Так, ребятки, в общем, хочу сейчас поставить дуги, дуги я подготовил, они со слайдерами, все ништяк, покрасил их, почистил, в общем, обточил, здесь с ними попарился вообще денечек, чтобы поверхность, поверхности вот эти выровнял, и чтобы они подходили максимально ровно к плоскости, к раме, там через проставку у меня будет эти краме, и, естественно, вот сюда в маятник, я там сделал грани, и теперь эти грани заходят в сам маятник где-то на сантиметр, плюс, естественно, здесь тонкость сварного шва уменьшилась, и я взял вот такую вот гаечку, ребята, вот такую вот гаечку взял, только чуть пошире, обточил ее в круг, она такая стала круглая, забил ее вот сюда вот, и, естественно, просверлил отверстие вот здесь вот по кругу, где-то диаметр миллиметров 8, и приварил эту гаечку конкретно сваркой, залил, и все поточил, вот, ребята, это правая дуга, левая дуга просто выровнял точки соприкосновения, плоскость, на это у меня потребовалось один день, ну, вообще, один день с той стороны я уже сделал, ребята, здесь у меня уже все вырезано, отверстие, в общем, вроде бы ровно, да, вроде бы ровно, старался, конечно, не совсем, ну, блин, ну, получилось ровно, ну, ништяк, и здесь тоже просверлил в круг маленьким свернушком, сперва нашел центр, и теперь, ребята, буду, сейчас буду вот увеличивать отверстие, и уже делать крепление, ну, и все, друзья, дуги поставлены, смотрим, таким вот образом, вот так вот они, такой вот у них вылет, в принципе, нормалетчик, блин, здесь места мало, запарился, короче, и так-то, конечно, ну, блин, уж как, уж как, блин, поставил, старался, блин, вчера с ними провозился целый день, сегодня полдня, крыло тоже покрашено, ребят, резину как мог, так оттер, блин, от краски, больше не оттирается она, ну, можно, конечно, ну, блин, и так, минут 30, наверное, 40 я оттирал, вообще, теперь все ништяк, пацаны, в общем-то, мне что осталось, сейчас мне в данный момент остается цепь, цепь ГРМ, ГРМ я уже, блин, запарился произносить, цепь ГРМ, потом, заодно, я поменяю втулочку на корзине сцепления, там, вот такая вот идет, я тоже заказал новую, и заодно, я поменяю цепь на привод масляного насоса, она мне тоже идет, я ее тоже заказал, в общем, все вместе я поменяю, и, кстати, потом что-то еще заказывал, а, сейчас заказал вот сюда, оригинальную резинку, сколько она там стоит, не помню, блин, то ли 300 рублей, то ли 400, вот такая вот резиночка, ну, новая, оригинальная, а то эта у меня порванная, как бы, видно, ну, ну, ребят, ну, что это такое, блин, не, ребят, это не годится, так, ну, и, в принципе, что, и, в принципе, все, сейчас, ништяк, защита все-таки будет, итак, ребятки, срочное включение из гаража, в общем, смотрите, ребят, бак, топливный бак, снимаю насос, уже третий раз, вот, насос, по одной простой причине, то, что мне одна мысль не дает покоя, я просто-напросто не могу ночью уснуть, смотрите, ребят, в общем, такая ситуация, объясняю, здесь вот у меня такой вот насос, дальше, что здесь у меня идет тройник, вот он, тройничок, здесь два выхода на 8, как раз-таки мне и нужны были на 8, и здесь один выход идет на 6, на 8, вот этот шланг, гофрочка, она садится просто изумительно, чуть-чуть подогреваете, вот краешек феном, чуть-чуть, и она садится просто прям идеально, а вот здесь вот выход идет, вот сюда вот, на клапан сброса давления, здесь выход идет на 6 миллиметров, соответственно, я вот этот шланг, вот эту гофрочку, бензостойкую, в принципе, она хорошая, бензостойкая, я ее одеть, конечно, не могу, и она не ужимается, просто нецелесообразно, ну, как бы, смысла нет ее одевать, не ужмете вы ее, дальше, то были использованы вот такие вот шланги, да, типа бензостойкие, типа там, что-то, короче, в общем, с одной мыслью, то, что он бензостойкий, любые, вот, которые в магазине есть, в продаже, в автомагазинах, любые были использованы, я их, короче, положил в бензин, я уже так, знаете, уже, положил в бензин, да, где-то на пару часиков, смотрю, он вроде более-менее, всунул, засунул, вернее, собрал, вот, потом, что, ну, думаю, да, я положу его на пару дней, бензинчик, лежит, блин, через пару дней открываю, а вот, за место вот этого уже, вот такая вот уже, ну, практически, уже в два раза больше, блин, такая вот, фигня, короче, пацаны, ребята, такая вот фигня, сколько использую, блин, не могу найти в магазине, бензостойкий шланг, просто, чтобы сесть в машину, поехать, купить и поставить, нет такого у нас в России, у нас везде обман, далее, что, ребят, я, вот, сегодня, блин, короче, думай, какой бы сюда поставить, изначально у меня мысль была, то, что, резиновые вообще не годятся, вот, мысль, вот, ну, резиновые вообще не, она разбухает, она некачественная, силикон тоже разбухает, некачественная, у меня, как бы, силиконовые, вот, есть, да, ребят, вот, такие вот, синикие тоже, они в бензине разбухают, они становятся мягкие, вот, знаете, вот, сейчас он жесткий, держит форму, бензинчики, блин, он становится мягкий прям вот как силикон да потом что еще есть вот такой вот есть сейчас покажу тоже вот армированный да он тоже в бензине полежит он становится мягкий а сейчас он прям идеально прям жесткий он становится мягко да полежит бензине потом что у меня еще есть вот такой вот есть силиконовый тоже он дорогой это хороший силикон он тоже ребята увеличивается в два раза вот такой кусочек отрезал, он через сутки в бензине увеличивается в два раза, он вообще какой-то мякиш такой, вообще прям. Вообще, то есть, не годится, никуда не годится. И в общем, я для себя принял решение, то что шланг здесь должен быть только из пластика, из ПВХ или там какой материал, по-моему, из ПВХ, да? И, ребята, я вот здесь стою, вчера, блин, в полвторого ночи проснулся, искал в гараже его, у меня был какой-то там чёрный, толщиной с миллиметра где-то с полтора, вот, я его так и не нашёл. И сегодня вот здесь вот так стою, да, ребят, стою, блин, где бы мне взять пластиковый шланг? Смотрю, вот, вот, вот он, вот он, ребят, вот, смотрите, вот, толщина его, ребятки, смотрите, вот, два миллиметра, какой два миллиметра? Три, наверное. Вот, я его, он жёсткий вообще, ему уже не знаю сколько лет, уже, наверное, лет десять уже, ну, где-то около десяти лет, чуть раньше делали, видать, качественные товары. Всё-таки жёсткий, блин, вообще, ну, как бы, как жёсткий, он вот, но он жёсткий, да, и толстый. Я отрезаю кусочек, кидаю его, ребята, вот, вот сюда, вот в растворитель, R12, кто понимает, то, что это растворяет очень конкретные вещи, вот, он у меня до сих пор там лежит, уже, наверное, не знаю, сутки, да, и с ним всё идеально. Он такой же жёсткий, как и вот этот вот. Ну, и, соответственно, ребята, я принял решение, то, что этот шланг я поставлю вот в топливную систему. Я ещё вот этот кусочек пробовал, он у меня лежал в айспирите, в общем, в всяких растворителях, в бензине, он вот, как жёсткий есть, вот, не сдавливается, да, так он и не сдавливается. Толщина его очень хорошая. Но, чтобы его одеть на тройник, ребята, я его грел, когда вы его греете, он становится, как бы, мягкий, но он действует, как термоусадка, он сразу начинает сам обжимать его, сам обжимать хому, да, и, чтобы постепенно, как бы, увеличить диаметр, здесь, на самом клапане сброса давления, да, здесь диаметр, где-то вот восьмёрочка есть, а здесь на тройнике шестёрочка. И я взял вот пистолет, да, для продувки, и вот здесь, видим, под конус идёт, и вот сюда я его помаленечку надевал, надевал, и всё, и в итоге он у меня стал такой вот на расширение. Я без проблем одел его. Так, ребята, ещё очень такая важная информация для вас, да, когда вы будете собирать топливную систему, я прошу вас использовать хомуты, хомуты, обязательно используйте хомуты, хомуты покупайте вот такие вот тоненькие, знаете, вот такие вот хомутики тоненькие. Покупайте вот такие хомутики, ребята, они очень хорошо обжимают. Сейчас покажу для примера, какие хомуты не нужно ставить. Вот такие, ребят, хомуты не ставьте. Они дубовые, они очень жёсткие. Сейчас где-то у меня ещё пример один. Вот, например, вот такие вот хомуты, ребята, не ставьте. Это очень вообще неправильное решение. Он может быть зажимает и хорошо, но он не обжимает по кругу, по контуру он у вас не обжимает. У вас остаётся из круга где-то площадь, которая не прижатая к самому основанию. Она у вас остаётся. Он не обжимает. Вот они не обжимают, ребят. Вот такие вот тоненькие, вот они, в самый раз. Самое то, что надо. Вот раньше делали ещё старые хомуты, я помню. Вообще такие прям эластичные, прям хорошие. Вот они прям обжимают, прям просто изумительно. Вот как вот этот вот. Ну, вот эти вот, в принципе, все. Они вот хорошие. Вот эти ещё американские у меня два. Вот эти вот ещё хорошие. В общем, народ, извините, если что, повторяюсь. Хочу объяснить максимально подробно для вас, для зрителей, чтобы вы поняли и чтобы у вас вот таких проблем, как у меня, не возникало больше. Так что, сейчас буду бензонасос ставить обратно в бак. Вот могу показать, что творится в баке. Бак вот в таком состоянии у меня. Вроде бы, как говорится, не ржавый. Там мы видим, у нас идут две трубки. Вот эта трубка, ребята, она идёт, когда у вас перелив бензина, либо для сброса давления в баке. Когда у вас мотоцикл на солнце, когда он, в общем, греется. Соответственно, бензин должен испаряться. Вот эти трубочки медные идут. Вот, в общем, такое состояние бака меняет, меня это очень радует, ребят. Очень радует. Вот эта маленькая трубочка, вот эта большая. И перед установкой посоветую смазать шпильки, смазать вот эту вот поверхность, где соприкасается вот эта вот резинка уплотнительная. Вот это вот всё смажьте, ребята, и поставьте. Можете даже, грубо говоря, ну, хорошей смазочкой с силиконом или ещё чем-нибудь смажьте, чтобы ни коррозии, ничего не было. Ну всё, ребятки, вот такая вот история про бензонасос. Давайте-ка я вам покажу, как вот есть вот это вот всё. вот такая вот ну, вот. в общем ребята кто будет переделывать выглядит это вот все следующим образом сеточка здесь установлена вот такого типа вот это старая сетка вот такого типа в общем ребят кому понравилось видео ставьте пальцы вверх подписывайтесь